Друзья, всех приветствую! На наш чудесный портал Экзагет пришел вопрос «Как влияют на потомков грехи предков?» Ну, я не буду так погружаться прямо уж в предков, я бы коснулся просто грехов отцов и детей, ну, то есть родителей и детей. Очевидно, что влияние есть прямое. То есть если я со своей женой буду ругаться матом, то очевидно, что личным примером я своих детей тоже буду учить ругаться матом. Если мы с женой будем молиться и будем стараться по-доброму друг к другу относиться, то, опять же, наоборот, дети мои получат что-то либо доброе. И в этом плане очевидно, что вот эти последствия греховные, от родителей передаются на детей. Как, впрочем, и что-либо доброе тоже передается. Но не нужно путать ответственность, да, и вот эти воспитательные моменты. Потому что все-таки, несмотря на то, что если я ребенку что-либо плохое передам, он не должен будет потом каяться в моем грехе. Вот люди путают две вещи. Расплачиваются ли дети за грехи родителей и несут ли ответственность за грехи родителей. Вещи совершенно разные. Да, расплачиваются. Безусловно, если мы с женой не будем воспитывать детей, дети будут потом расплачиваться всю свою жизнь. И, да, придется нести какие-то скорби, и, скорее всего, будут расплачиваться и внуки мои тогда, и даже, возможно, и правнуки. Но вот ответственности... Нет, ответственность у нас всегда личная. Другое дело, что, когда мы читаем, например, в Священном Писании, если у кого родился сын, который видит все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, исполняет мое повеление и поступает по заповеди моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. То есть мы видим, что, во-первых, человек может остановить беззаконие. То есть, если, например, родители показывают плохой пример, то, в принципе, это не означает, что это прямо закон. Раз родители плохо себя вели, то и дети себя будут плохо вести. То есть дети могут остановить благодаря личному подвигу праведной жизни. Но при этом мы видим, что бывает такое, что Господь может вразумлять, в том числе и родителей, через какие-то скорби у детей. Ну, я даже сам помню из нашей совместной с женой жизнью, когда, например, мы с женой начинали как-то ругаться и как-то себя не очень правильно вести, а наши дети начинали болеть. И нас болезнь детей останавливала, и мы сразу умерились. Так что Господь здесь и правда может каким-то образом вразумлять, не только через наши собственные какие-то скорби, но и через скорби наших детей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!